Сегодня поговорим про утепление. У нас есть дом из клееного бруса, на котором на мансардном этаже уже сделали утепление, но они сделали его некачественно, поэтому будем исправлять ошибки. Мы правильно утеплим зону мурлата и добавим еще один слой утепления. Также мы покажем, какой утеплитель лучше выбрать. Для мурлата мы будем использовать утеплитель минеральная вата. Мы подготовили вот такой небольшой стол. Есть у нас вот такая вот отмерная доска. И сейчас мы будем распускать утеплитель пополам. Нам не нужно здесь вымерять сантиметр, мы просто укладываем доску на глаз, чтобы она легла по середине плиты. Приживаем ее вот так вот посильнее и проводим канцелярским ножом. Получается вот такой вот ровный рез. Для резкого утеплителя я использую обычный канцелярский нож, который в строительном магазине стоит 100-200 рублей. Дальше мы берем нашу обрезанную часть утеплителя, делаем вот такое вот движение. То есть, ну, сгибаем его пополам и начинаем вставлять в нашу зону этого мурлата. Небольшими такими движениями расправляем утеплитель. Давайте теперь сравним то, что сделал я и то, что сделали ребята до нас. Использование базальтового утеплителя в этом случае, это крайне неудобно. Потому что и утеплитель имеет большую плотность, и его очень тяжело сгибать. Здесь же утеплитель имеет маленькую плотность, и он очень эластичный. Его, как ты плиту там, не сгибай, не крути. Да, она восстанавливает свое прежнее положение, свою прежнюю толщину. Поэтому, когда мы сгибаем утеплитель пополам, мы вставляем его вот сюда вот в этот угол, да, он начинает как бы распрямляться, да, и у нас получается такое вот качественное утепление. Нет вот этой комкости, все неровности, они перекрываются. Это нам гарантирует то, что здесь не будет никакого мостика холода. Но прежде чем нам утеплять вот эту зону мурлата, нам нужно закрыть вот эту вот щель. Для этого мы отрезали вот такой вот небольшой кусочек, примерно он 40-50 сантиметров длиной. И сейчас я буду его туда вдавливать для того, чтобы максимально нам убрать вот этот мостик холода. Для этого я взял вот такой вот металлический уголок, который здесь у нас лежал, и сейчас вот с помощью него я буду трамбовывать утеплитель. После того, как мы смонтировали зону мурлата, следующим этапом нашей работы будет монтаж обрешетки. Обрешетка будет у нас из обычной сухой строганной деревянной брусок 50 на 50. И мы его будем устанавливать поперек стропил. Вот шагом 59 сантиметров и делать еще один слой дополнительного утеплителя. Перед тем, как делать еще один дополнительный слой утеплителя, нам нужно проверить всю крышу и найти вот такие вот участки. И эти участки нужно взять и заткнуть утеплителем. Отрываем кусочек утеплителя и вставляем его так, чтобы максимально закрыть все мостики холода, которые у нас, возможно, будут образовываться. Дальше я должен сделать разметку. От этого бруска мне нужно сделать внутреннее расстояние 59 сантиметров. Можно делать либо рулеткой, брать расстояние, делать замер, либо можно взять, сделать, нарезать брусок по 59 сантиметров, прикладывать и также делать отметки. И по этим отметкам дальше выставлять бруски. Основная крыша у нас утеплена базальтовым утеплителем. Ширина плиты 10 сантиметров, поэтому он хорошо держится между стропил, особенно в тех местах, где у нас расстояние внутреннее 59 сантиметров. Сейчас я хочу провести небольшой эксперимент. У нас на этом доме есть два вида утеплителя. Это изорог плотностью 50 килограмм на кубический метр. И это кнауф плотностью 15 килограмм на кубический метр. Это у нас базальтовый утеплитель, вот это минеральная вата. Расстояние мы сделали 59 сантиметров по внутренней стороне от бруска до бруска. Сейчас я вставлю один утеплитель. Посмотрим, как он будет смотреться. И вставлю второй утеплитель, то также посмотрим, как это будет смотреться. Итак, смортировали две плиты мы. Значит, у нас базальтовый утеплитель, это минеральная вата. Вот этот утеплитель из-за того, что он более плотный, он нормально держится между брусков. Нету никаких ниток, то есть он хорошо держится между брусков. Вот этот утеплитель у нас, конечно, хуже держится. Вот, у него нету такой плотности, поэтому у него начинает провисать середина, и он вываливается. Если бы толщина этого утеплителя была бы 10 сантиметров или 15, то он бы спокойно держался между брусков. Так как у нас всего толщина 5 сантиметров, вот этого ребра недостаточно для того, чтобы он хорошо держался. Поэтому обязательно нужно его протягивать ниткой. Что можно сказать про эти два утеплителя? Несмотря на то, что нам дополнительно нужно натягивать вот такую вот нить, чтобы он держался, то есть вроде как бы усложнение работы, но вот этот утеплитель, он намного пыльнее. То есть, не знаю, приятнее работать вот этим утеплителем. Этот утеплитель требует к себе более нежного отношения в плане разгрузки, в плане затаскивать его наверх. Лишний раз не надави, потому что он начинает ломаться. Этот утеплитель можно там сминать, скручивать. Для нас больше подходит вот этот утеплитель. В принципе, и этим утеплителем, и этим утеплителем можно сделать крышу качественно. Но есть определенные нюансы. Каждый человек эти нюансы выбирает сам. Ну вот, добрались мы до верха. Посмотрите, что у нас тут. Вот такие вот щели большие. Сейчас мы их будем конопатить. Если посмотреть вот отсюда, видно, да, насколько неровные пиломатериалы, насколько кривой брусок. И преимущество этого утеплителя, то, что он всю эту неровность огибает. Вот, давайте я вам покажу последний ряд, который мы сделали. Вот по стыку я прихожусь, чтобы вам было видно качество работ наверху. Вот тут у нас нитка. Для того, чтобы нам законопатить вот эти вот дыры, мы берем, отрезаем наш утеплитель минеральную вату и оставляем его в отверстие. Следующий вторник. На этом же доме мы будем показывать, как правильно нужно монтировать пароизоляцию. Подписывайся на наш канал. Всем удачи!